США включили Таджикистан в список стран потенциальной опасности. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, из-за какой ситуации теперь наша страна будет под постоянным контролем. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Министерство финансово в США включило Таджикистан в список стран, через которые ограниченные санкциями товары могут поставляться в Россию и Беларусь. Список, который сформировали сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и Бюро промышленности и безопасности Минфина США, включает 18 стран. Кроме Таджикистана, в него попали Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Армения, Бразилия, Грузия, Индия, Израиль, Китай, Мексика, Никарагуа, Сингапур, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань, Турция и ЮАР. В сообщении Минфина говорится, что в некоторых случаях подсанкционные товары могут легально быть экспортированы в эти и иные страны в качестве сырья для производства другой продукции. Но дальнейший экспорт в Россию или Беларусь готовых изделий и товаров может быть запрещен. Организация ввела ряд строгих мер экспортного контроля, которые ограничивают доступ России к определенным технологиям и продукции, необходимых для ведения боевых действий в Украине с 24 февраля 2022 года. Эти меры контроля в первую очередь нацелены на оборонный, аэрокосмический и морской секторы России. Они также включают другие цели, такие как сектор производства энергии в России, предметов роскоши, которым пользуется российская элита. Ограничения в отношении Беларуси США ввел в ответ на ее существенное содействие военным усилиям России, говорится в сообщении. Новые меры контроля налагают значительные ограничения на экспорт, реэкспорт в Россию и внутренние перевозки товаров, предназначенных для Российской Федерации и произведенных за границей определенными предприятиями США. Наибольшую озабоченность вызывает техника, которая может использоваться в военных целях. Речь о запчастях для самолетов, гидроакустических системах, антеннах, системах GPS, нефтепромышленном оборудовании и других товарах. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Президент России Владимир Путин подписал закон, легализирующий параллельный импорт в Российскую Федерацию на 2022 год в конце июня. Закон наделяет правительство правом определять товары, которым могут не применяться отдельное положение о защите исключительных прав. Речь идет о результатах интеллектуальной деятельности, выраженной в таких товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы. Таким образом, закон ограждает российские компании, возящие в Российскую Федерацию товары без разрешения правообладателя от возможной гражданской административной и уголовной ответственности, то есть они разрешили контрабанду. 23 июня стало известно, что первым крупным ритейлером, который подтвердил, что начал продавать электронику, везенную в Россию через параллельный импорт, стал связной. Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и других. По словам представителя компании, устройства будут стоить дороже на 10-20%, чем те, что были везены в Россию до начала украинского конфликта. В Роспотребнадзоре сообщили, что при параллельном импорте потребитель не лишается каких-то своих прав. При этом продавцу придется во многих случаях взять на себя дополнительные обязательства, он должен обеспечить гарантийное обслуживание, потому что сам бренд, который продается, не будет отвечать за эту технику, ведь она ввезена нелегально. Замену товара или возврат денег в случае его неработоспособности, ремонт в случае выхода из строя не по вине покупателя. Более 200 компаний заявили о приостановке своей работы в Российской Федерации, среди них Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA, Apple, Chanel, BMW. Некоторые бренды полностью прекратили деятельность на территории России. Такое решение зарубежные бренды приняли в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшим в ответ на военные действия в Украине. Однако правозащитники, признавая важную роль параллельного импорта, отметили ряд проблем, которые возникнут у потребителей. Одним из неприятных последствий может стать ослабление контроля за качеством продукции, появление возможности для недобросовестной конкуренции, а также снижение качества после продажного сопровождения, считают они. Также, как рассказал Дмитрий Янин, не исключено, что производители для соблюдения санкций могут ввести программные ограничения для ряда продуктов и их использования на территории России. Это может затронуть, например, мобильные телефоны, идущие по программе параллельного импорта, компьютеры, девайсы типа умных часов, уточнил эксперт. Правозащитники предложили при дистанционной форме продажи, которая становится основным каналом для параллельного импорта, размещать предупреждение о способе импорта на карточке товара. То есть, выделять своего рода спецзнаком в качестве возможного механизма защиты потребителей. По их словам, можно рассмотреть указания на карточках товаров на маркетплейсах, ввезен товар официальным дистрибьютором или нет. Как вы относитесь к тому, что Россия стала страной, которая разрешила контрабанду? Такое ощущение, что опускаться уже некуда. И это на официальном уровне. Такого, наверное, нет нигде. Как вы думаете, свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии у нас. Пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.